Четыре года назад украинские воины вернули мир в города и села Донбасса, которые захватили наемники. В эти июльские дни годовщина освобождения от боевиков празднует Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка и Бахмут. Как все было, напомнят наши корреспонденты. Эти исторические кадры снял военный журналист Владислав Волошин. Утро 5 июля 2014. Штурмовая группа украинских десантников заходит в Славянск. Армейцы продвигаются к центру города. Боевиков на баррикадах нет. Вокруг разбросано оружие российского производства. Уже к полудню Славянск полностью взяли под контроль украинские армейцы. Над зданием городской администрации подняли национальный флаг. Сегодня украинские военные заняли Славянск. Четыре года спустя события того дня Владислав помнит до мелочей. Говорит, особенно в память врезался один местный житель, который вышел навстречу нашим военным. В этот же день с боями украинские военные освободили Краматорск. На подступах к городу уничтожили колонну вражеской бронетехники, которая шла на подмогу террористам. Над городским советом военные установили украинский флаг. Жители Краматорска запечатлели этот момент. Освобожденные города пострадали от обстрелов. Разрушения есть не только на окраинах, где велись бои, но и на центральных улицах. Боевики часто обстреливали жилые кварталы. Утверждали, что это делает украинская армия, чтобы настроить против нее мирное население. Они отсюда ведут огонь с войскомата. А перед девятиповерховыми будинками стоят, гуляют люди. Они с одного города, с одного района вели огонь по другому и выдавали это за военные силы Украины. В июльские дни 2014-го подразделения вооруженных сил Украины стремительно продвигались на восток, освобождая города и села от российских наемников. 6 июля армейцы взяли под контроль Дружковку, Константиновку и Бахмут. 21-го наши солдаты вошли в Рубежное и Торецк. 23-го был освобожден Северодонецк, а через два дня Лисичанск. Но в августе 2014-го наши военные на Донбассе столкнулись с кадровыми подразделениями российской армии. После этого в Минске заключили первое перемирие. В освобожденных городах закрепилась украинская власть. Захваченные территории получили особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.